Евы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы анализируем период с 14 по 20 октября 2024 года. Смотрим, что вас ожидает и каковой для вас будет эта неделя. Но прежде чем мы приступим, хочу напомнить очень важную, значимую деталь. А именно, когда вы пишите в комментариях, что там, возможно, я не дева, или что, почему не отыгрываться, не резонируют расклады, причин может быть несколько. Первое. Я рекомендую всегда смотреть расклады по асценденту. Возможно, для вас это будет более информативно. Как определить свой асцендент? Ссылку на это видео я всегда оставляю в первом закрепленном мною комментарии. То есть вы можете для себя в этом инфобоксе найти все полезные видео для вашего знака зодиака. Второй момент. Прежде чем рассчитывать асцендент, если вы не уверены в своей дате рождения, а бывает даже момент человеческого фактора, даже если у вас есть бирка, на которой указана ваша дата и время рождения, имеет смысл это перепроверить у астролога, сделать ректификацию. Вы же не можете знать наверняка, правильно ли шли часы, правильно ли записали ваше время. Может, кто-то сделал плюс-минус скидку на какие-то 5 минут. Для кого-то это незначимо, это округлили. На самом деле это имеет очень весомый фактор. Поэтому, пожалуйста, ректификация вашего времени рождения будет максимально точной. И анализируя, уже зная свой асцендент, вы будете получать максимум информации. Ну и второй момент. Конечно же, я также его не скидываю со счетов. Возможно, действительно я не ваш практик. И вам нужно искать того астролога, с которым вы будете входить в резонанс. Давайте с вами приступим. Посмотрим, что у вас будет в рамках последующей недели. А именно, мы анализируем период с 14 по 20 октября 2024 года. Итак, Девы, основные события, предостережения и рекомендации от карт. Так, король чаш, шестерка чаш и пятерка мечей. Так, сейчас еще посмотрим с вами дно колоды. Секунду. Здесь у нас верховная жрица. Итак, может открыться какая-то информация, которая длительный период хранилась в секрете. Причем, если смотреть по этим арканам, это может касаться ваших знакомых, ваших родственников, членов семьи. И на самом деле это может перевести не просто к красногласиям, но к конфликту или разрыву взаимоотношений. Потому что здесь карты указывают на ситуацию, знаете, как окончание или завершение коммуникации, общения, отношений, сотрудничества. Как мы видим с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. По шестерке чаш, человек из прошлого. То есть не обязательно это родственник или близкий человек по принципу, партнера по жизни. Это может быть друг, это может быть коллега, это может быть хороший знакомый. Но, повторюсь, откроются некие факторы, которые заставят вас иначе смотреть на этого человека, как на личность и на взаимодействие с ним. Мы посмотрим, о чем будет говорить эта триада. Карта выходит сама. Для тех, кто у нас свободен. Давайте я ее дополню, раскроем в любом случае. Шестерка монет и пятерка жезлов. Это ситуация, когда вам нужна помощь в моментах, когда идет внутренняя борьба. В чем она конкретно заключается? То есть стоит ли завершать раз и навсегда отношения из прошлого? Потому что здесь кто-то может из прошлого проявиться, дать о себе знать. И у вас будут сомнения. А может дать шанс? А может пойти навстречу? Так вот, вам карта говорит, не терзайте себя, ставьте здесь жирную точку. Потому что вновь наступите на те же грабли. Относительно новых знакомств по отшельнику, как мы видим, пока в рамках этой недели их нет. Но это не повод для того, чтобы вы расстраивались. Если вы состоите в любовных треугольниках. Двойка мечей. Это момент, когда вы закрываете для себя ситуацию. Не хотите быть в качестве альтернативного или запасного варианта. Не хотите сокрытых отношений. Потому что двойка мечей это перестать закрывать глаза на то, что вас по какой-то причине не устраивало. То есть освободиться от этого. Выйти из этих для вас деструктивных отношений. Если вы в стабильных союзах. Вот здесь колесо фортуны. На самом деле для вас положительные моменты. Объясню почему. Здесь как избавиться, освободиться от знакомого, друга или родственника. Который негативным образом мог влиять на развитие событий в вашем союзе. В вашей семье. В вашем партнерстве. Опять же, для кого-то избавиться от иждивенца. Если кто-то у вас, я прошу прощения, постоянно сидел на шее. Вы кого-то спонсировали. И человек это воспринимал как должное. То здесь, как мы видим, улучшение ситуации. И в материальном аспекте. Ну и как мы видим по связке этих арканов. Это в принципе, знаете, как переменное во благо. Анализируем вопросы работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто на данном этапе у нас сейчас не работает и работать не может. Королева чаш это ситуация, когда вы видите или чувствуете в себе потенциал. То есть, вы можете действительно его ощущать. Тягу к психологии, гипнозу, гипнотерапии. В принципе, многим направлениям эзотерики. Потому что здесь шестерка чаш и пятерка мечей. Это стремление к помогающей профессии. То есть, знаете, как и отработка вашей кармы, и желание помогать другим людям. То есть, позволить им обрести свой, знаете, как жизненный путь. Подсказать, направить, вытянуть из какой-то эмоциональной трясины. Если вы видели в себе такого потенциала, или его ощущаете, смело действуйте. У вас это будет получаться. Для тех, кто является соискателем. Карта смерти это перемены. В рамках этой недели туда устройства нет. Объясню, почему. Король чаш и шестерка чаш. Это отказаться от прежней модели поведения. То есть, или перестать искать в той сфере, в которой вы искали ранее. То есть, это сменить фокус, сменить вектор. Если этого не сделаете, так по пятерке мечей будете, знаете, не словно хлебавши. Искать вакансии, все безрезультативно. То есть, избавьтесь от стереотипов и расширьте для себя сферу поиска. Если же вы у нас наемный сотрудник, то туз мечей. Это ситуация, когда нужно расставить точки над и. Кого это будет касаться? В первую очередь, для тех, кто или получает больше. Сейчас объясню. То есть, вы можете быть на равных вакансиях с вашим коллегой, знакомым. Но вы получаете больше за стаж, за какие-то выслуги. Ряд факторов. Но это может быть камнем преткновения или конфликтной ситуации. Или же иной аспект. Вас повысили. Вот здесь должно быть четкое разделение. Дружба дружбой, а служба службой. Потому что вот этот ваш коллега, друг или знакомый не сможет эту ситуацию принять. Или простите вам тот факт, что вы в чем-то оказались лучше, успешнее, креативнее. И как следствие получили продвижение по карьере. Далее. Если вы владеете собственным делом. Туз-чаш это новое начало, новые возможности. Но здесь как избавившись от нерадивых партнеров. То есть, людей, которые вас тормозят. Ваше развитие, ваши возможности. Это также может идти зачистка кадров в вашем коллективе. Если у вас есть наемный персонал. То есть, в любом случае, смотрите, туз-чаш это создает для себя комфортные условия работы. Когда вам эмоционально легко. Когда вам не нужно себя преодолевать. Заставлять коммуницировать или работать с какими-то людьми. То есть, вот создать ту команду, ту структуру, в которой вам будет чрезвычайная, знаете, эмоциональная зона. И не только радости, но и какого-то баланса. Когда вас понимают с полуслова, когда вас слышат и выполняют все то, что вы ставите там перед своим персоналом. Все эти задачи. Состояние здоровья. По пожума нет. Обратите внимание на вопросы почек. В особенности у кого это в хронике. Потому что, видите, пятерка мечей, обострение ситуации. И еще. Здесь. Это, конечно, не относится к вашему состоянию здоровья. Ну, просто так пошла информация, должна вам озвучить. У вас, у детей могут быть проблемы с мочеиспусканием. Поэтому здесь у кого-то цистит. У кого-то, опять же, проблемы связаны с почками. То есть, если ваши дети жалуются, обратите на это тоже пристальное внимание. И не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу. Предостережение от карт. Десятка монет, восьмерка жезлов и, как мы видим, аркан башни. Итак, для кого-то. Это может быть как приезд родственников к вам. Или ваш переезд в дом родственников. По каким причинам? Ну, во-первых, здесь карта башни. Или у родственников могут быть проблемы с жильем. Ну, например, не знаю, там ремонт ведется. Или там какая-то поломка, авария там затопила. Или у вас могут случиться такие ситуации. И вам нужна будет помощь, поддержка и так далее. Еще десятка монет, восьмерка жезлов и башня. Для кого-то это возвращаться в родительский дом или в родные пенаты. Может быть так. Дальше. Сейчас хочу уточнить башню. Секунду. Здесь падает аркан императрицы. У кого-то, в принципе, серьезные траты на повестки дня. Потому что восьмерка жезлов и башня, это подыскивает для себя лучшее жилье. Или большее по площади. Или с хорошей инфраструктурой. Неважно, на аренду или на покупку. То есть вы можете заниматься этими вопросами. Простережение заключается в том, что, к сожалению, это будет выше тех сумм, которые вы себе планировали. То есть здесь сложно будет уложиться в бюджет. Совет по рыцарю жезлов. Рыцарь жезлов – это активные действия, это прорыв, это ситуация, когда вы руководствуетесь вашими инстинктами, стремлениями, амбициями. И, знаете, как на пролом идете к тому, что вы себе запланировали. То, что вы пытаетесь достичь. Опять же, карта поездок, переездов, путешествий, командировок. У кого-то смены места жительства. То есть все в рамках этой недели для вас будет благоприятно. Смотрим неожиданность недели. Кольцо. Остров. Клевер. И дно колоды у вас. Карта сад. Новое общество. Новое знакомство. Новая структура. Все идет в положительном ключе. Потому что это выгодные контракты, выгодные взаимодействия, выгодные договора, выгодные новые связи, расширение ваших возможностей и потенциала. Если это касается вопросов лечения, это пройти полный цикл лечения. Как мы видим здесь остров и клевер, это аспекты гомеопатии. Но остров и клевер, это знаете, как четко соблюдать дозировку. Потому что остров, видите, как ограничение. То есть здесь нужно выполнять идеальное предписание врача, протокол лечения. Чтобы вы себе не навредили. Вот такая неделя, такие энергии. На самом деле во многом они положительные. Умейте также не просто слушать, слышать информацию. Потому что анализируя ваши комментарии, смотрю, что многие концентрируются только на негативных аспектах. Но полностью мимо ушей пропускают какие-то позитивные факторы. Мои хорошие, вам шикарная плодотворная неделя. Я истинно верю в то, что это так и будет. Со своей стороны я все для вас закрываю в положительном ключе. Если для вас актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в жапке YouTube канала. Благодарю за то, что вы со мной. И до новых встреч.